Итак, в моем распоряжении 25 лари, это 10 долларов по курсу Национального банка. Мне необходимо приобрести все, чтобы сделать дома чахокбилли. Это вареная курица под томатным соусом с грузинскими приправами. Для того, чтобы не было проблем с устным счетом, я взял с собой калькулятор. Итак, направляемся к курочке. Берем, естественно, грузинский товар. Вот, произведено в Грузии. Так, сравниваем код. Стоимость килограмма 6 лари 63. Но это килограмм, нужно будет взвесить. Так, пожалуйста, взвесьте мне. Так, большое спасибо. Спасибо большое, Дидима Глоба. Итак, главная составляющая обеда уже у нас в тележке. Пошли дальше. Сейчас берем грузинский томат. Так, это томат паста. Стоит она лари 80 надо брать. Произведено в Грузии. Намного вкуснее, чем помидоры парниковые зимой. И для того, чтобы чахухбили получилось бы вкусным и ароматным, мне необходимы грузинские приправы. Это прежде всего хмели, сунели и кинза. Стоят они недорого. Здесь приправы на все случаи жизни. Берем два необходимых нам пакетика. Это по 50 тетри. В сумме получается 1 лари. И идем дальше. Для чахухбили нам понадобится и подсолнечное масло. Берем подсолнечное масло, произведенное в Грузии, естественно. Я думаю, что пол-литровая бутылочка хватит. И даже не только на один обед. И стоит она недорого, в принципе. 2 лари 10 тетри. Ну, для остроты и ощущений, естественно, хочется и ткемали. Здесь у нас ткемали, естественно, местного производства. Но где же еще можно купить самый вкусный ткемали, если не в Грузии? Здесь есть красное, желтое и зеленое. Я люблю красное, самое острое. Поэтому его и берем. И стоимость его 2,50. И походу, чтобы не забыть про хлеб, возьму заодно грузинский лаваш. Вкусный и низкокалорийный. Стоимость лари 40 тетри. Две штуки 2,80. Итак, на моем калькуляторе уже 17 лари, 99 тетри. Хочу приобрести немножечко грузинской ветчинки. Спасибо большое. О, это аджика мне. Спасибо большое. Спасибо, благодарю. Итак, я уже перешагнул 20 ларовый барьер. Поэтому я откладываю калькулятор и беру то, что хочется для души. Обязательно минеральную воду. И грузинский чай. Но это что-то очень дорогое. Поэтому берем тот, что подешевле. 2 лари. И вот финальный аккорд нашего путешествия по супермаркету. Это приобретение молочных продуктов. И, конечно же, отдаю предпочтение мацоне. Направляюсь к кассе, как на экзамен по высшей математике. Чувствую, переборщил. Да, у меня только есть 25 лари. Придется от чего-то отказаться. Ну, давайте откажемся тогда от чая. Очень жаль, но давайте откажемся. Так, моя продовольственная корзина теперь составляет 24 лари, 72 тетри. И так с двумя пакетами, с курочкой, с мацони, но, правда, без чая. Что делать? Уложились с трудом. Продолжение следует...